Выявлять дошкольные организации, в которых нет видеокамеры и других средств защиты детей, будут в Минпросвещение. Сегодня из более чем 11 тысяч детсадов лицензированной охраной обеспечено лишь свыше тысячи из них. Об этом сообщили на брифинге в СЦК. При этом отмечается правилам безопасности подчиняется чуть более 10% дошкольных организаций. В учреждениях отсутствует даже профессиональная охрана. Какие меры предосторожности должны соблюдаться в организации образования? Это касается и тревожных кнопок, это касается турникетов, это касается и видеонаблюдения. И я хочу сказать, что да, к сожалению, на сегодняшний день далеко не всеми организациями соблюдаются эти требования. Глава департамента подчеркнула, что вопросы обеспечения безопасности садов и центров для детей будут прорабатывать с акиматами и палатой Атамикен. А Минпросвещение будет требовать соблюдения строжайших мер безопасности вне зависимости от того, частный это сад или государственный. При трудоустройстве в образовательном учреждении при работе с детьми обязательно проверяют психологическое состояние специалистов, их здоровье. Перед принятием обязательно проводятся личные встречи, беседы. Тогда тоже работодатель анализирует, сможет ли этот человек работать с детьми.